Всем огромный привет! Я сейчас жду Рому. Он поехал покупать дрова. Готовимся потихоньку к зиме. Будем топить часто камин. Дрова нам нужны очень маленькие, очень узенькие, чтобы влезло вот сюда. Конечно, это минус. Это огромный минус, потому что такие дрова сгорают очень-очень быстро. Может быть, вполне возможно, что мы потом со временем его уберем, поставим в подвал, потому что это хозяйкин камин и купим нормальный камин с большой дверкой, где можно положить, знаете, такое поле, чтобы на целый вечер хватило. Ну, я так в общем говорю. Пока Ромы нет, я тут хочу пойти в огород убираться, подготавливать все свои эти черные горшки. Уберу, где у меня были помидоры, и на балконе мне нужно прибраться, и спереди у меня такая большая клумба есть, там всякие цветы росли. Я их не хочу, я их буду все убирать, чтобы у меня там была чистая земля, а уже на следующий год посажу, посажу что-то другое. И что я тут сейчас, почему я вообще стою в коридоре? Вот такая вот штука. Квадратик белый и стул. Я сейчас объясню, почему. Комод, который должен сюда прийти, он вот так вот в длину 63, а вот так вот 48. Я, например, считаю, что это мешать не будет нам, когда мы будем входить и выходить. Рома говорит, что он сильно большой и мешать нам будет. Поэтому я вот сделала такой квадратик из бумаги, поставила вот стул, и чтобы нам примерно посмотреть, будет, не будет. Вот мне кажется, здесь достаточно просто места. Вот как вот вы думаете, будет мешать, не будет. Здесь вот такой вот комод площадью, как вот эта вот белая бумага. Ну, если будет мешать, я в любой момент это могу все отправить назад. Если будет мешать, нет, так я поставлю его просто в другое место и все. Тем более, с от очень легко все отправлять назад. Послушайте, у меня столько много немецких слов, которых я употребляю в русской речи. Где я окончание ставлю русское и говорю, и сокращаю, как вот не гизунхацамт, а гизунтамт, денишебет, а не денишебет лага. У меня столько этих слов. Это, знаете, из той серии «Махкалиткацу». Вот кто понял, тот понял. И поверьте мне, то, что я так говорю, никто еще не умер. Ну, а я сейчас буду в огороде убирать все. Потом Рома приедет, привезет дрова, выгрузит их, наверное, на самый задний участок. И нам потом нужно будет все это перетаскивать вот сюда в дровник. Я даже не знаю, сколько он куб и сколько кубов. Это я вообще в этом не соображаю. Места хватит в нашем дровнике, не хватит, не знаю. Ну, в общем, пока его нет, мне надо убраться полностью на улице. Так, мне надо убраться здесь. Здесь эти веточки, они все-таки ужасно мешают. И я кое-что придумала, что с ними сделать. И они мешать не будут. Что такое? Что? Сейчас, подожди, Пусяня. В общем, эти веточки я кое-что придумала. И мешать они никому не будут. Вещи я развешу. В общем, убраться мне здесь. Вот здесь надо все убрать, потому что дрова приедут. Так, хотела показать, смотрите. Дед сделал очередную кормушку для птичек. Вот такая вот кормушечка. Вся гладенькая, все отшлифовал. Вот сюда открываешь, корм засыпаешь. А вот сюда корм будет, отсюда будет корм высыпаться. В общем, мне будет ее надо потом куда-нибудь пришпандорить. Вот, убраться. Вот здесь цветы я обрежу. Я пока их оставлю, пусть еще растут. Потому что цвистит, цветут. И даже не хотят еще отцветать. Вот, очень много, смотрите, что будут цвести. Поэтому я их даже трогать не буду. Просто подрежу там, где не нужно, и все. Там эти черные горшки мне надо будет убрать. Вот здесь. Ой, здесь листва. Ужас, ужас. Убирай, хоть не убирай. Так, секундочку. Вот здесь. Вот это вот, все вот это вот. Всю эту грядку я буду убирать. Она мне абсолютно не нужна. В общем, эту грядку я уберу. Вот здесь, где растет камыш, я тоже все поубираю. И туда посажу цветы. Да, посажу цветы уже сейчас. Здесь они как раз переболеют. И к лету будут уже как огурчики. Все, показываю вам результат. Пропылесосила, убрала, белье развесила. Здесь тоже все убрала, вазу убрала. И вот эти вот веточки повесила вот сюда. Еще заеду потом, может быть, к концу этой недели в Экчин. И куплю сюда такие, знаете, колокольчики. Если, ну, многие видели шоколад Линд. На Пасху делают, а не зайчика такого. И на шее висит колокольчик. Вот такие колокольчики будут у меня висеть на разноцветных ленточках. Будет очень красиво. Все, в общем, здесь порядок. Так, показываю вам. Ой, так, солнышко так вышло прям хорошо. Так, здесь я тоже убрала, подготовила все. Цветочки. Все, что сухое, я подрезала. Пока оставила их. Вот здесь я тоже уже, только еще не подметала. Не подметала, это надо будет потом все сделать. Убрала. Стуль я сложила, потому что все... Как бы здесь мы уже кушать не будем, когда грилить. Эти тоже подушки сложила вот в этот вот ящик. Так, что с кустами? Кусты, в общем, все я повыдергивала. Говорю, да, что я еще не подметала. Вот этот вот пень надо выкорчевывать. Он мне здесь не нужен. Но это у меня сил для него не хватает. Это мне потом Ромка нужен будет. Вот это вот, кто говорил, дикая сирень. В общем, я ее пока оставлю. Может быть, буду, нет-нет, вот так подрезать, чтобы куст был не такой большой. А здесь у меня будут другие цветочки потом. Так, вот здесь. Вот здесь я тоже цветы пообрезала, которые уже отцвели. Но здесь вот еще бутоны есть, они еще будут цвести. Вот эту вот клумбу. Ну, я так называю, камыш, да, который здесь рос. Я тоже убрала. Но не успела еще пересадить сюда цветы. Сейчас покажу, какие. Вот гортензию. Не успела. Я уже тысячу раз ее пересаживала. Она у меня уже, по-моему, привыкшая. Поэтому чуть-чуть поболеет. И будет ей на том месте намного лучше. Хочу посадить ее именно туда, потому что здесь нету грунта. Потому что он здесь невысокий. И мне кажется, поэтому она не такая здесь пышная. Цветет плохо. Вот только один был цветочек и все. А там ей будет намного лучше. В общем, и туда посадить. Но это уже потом, не сегодня. Я это не успела. Не успела почему? Потому что дрова приехали. Вон стоят дрова. Я не знаю, сколько здесь кубов. Но вот эти вот мешки, они просто громадные. Их три мешка. Вот таких просто громадные. Они выше моего роста. За эти три мешка, повторюсь, не знаю, сколько здесь кубов. А дали мы 224 или 225. В общем. Но дрова все равно большие. И нам придется их колоть. В общем, нам придется их колоть. Не пилять, а именно колоть. Потому что, чтобы пилять, они маленькие. А чтобы колоть, в самый раз. Так что на сегодня нам работы еще хватит. У нас такой небольшой перекус сейчас будет. Сделаю картошку фри и шницели быстренько в духовке. Пожарю, перекусим. И будем дрова колоть и таскать. Все, сейчас будем скоро кушать. Сделаю картошку. Все, сейчас будем. Давайте. Пожарю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...